Приветствую, друзья, с Днём Космонавтики! Ну, лично для меня это очень большой праздник. Я думаю, для всех. Потому что, ну, Гагарин, ну, мы все были счастливы, и сейчас счастливы, что всё-таки мечты исполняются, и много-много космонавтов, которые подтверждают это, и наши учёные, и те, которые помогают им летать, и возвращаться, и восстанавливаться. Ну, сколько и врачей, и психологов там работает. Ну, конечно. И у меня очень много-много друзей там. Естественно, для меня это эпоха в жизни, когда меня пригласили в Центр подготовки космонавтов, и там я создал модель невесомости у космонавтов в земных условиях. И это, ну, очень много в моей жизни. Очень много в моей жизни. И не только потому, что я там модель невесомости создал, ещё и потому, что у меня друзья. Я познакомился с необыкновенными друзьями. Это Андрей Англикович Николаев. У меня эта фотография любимая, в отличие от других фотографий с космонавтами, потому что Андрей Англикович Николаев был тем человеком, который запустил вот эту программу, помогая мне создавать модель невесомости у космонавтов в земных условиях, которая потом стала такой нужной для всех людей, потому что часть этой модели стала приёмами для раскрепощения для миллионов людей и в нашей стране, и за рубежом, потому что я это показывал много лет и по Центральному телевидению, и в книгах, на русском, на английском, на французском, как это важно, как это нужно. Поэтому космос, друзья, это та неизвестность, постигая которую, одновременно мы создаём новые достижения. И это очень важно понимать. Я помню, когда в Звёздном городке я приехал, как-то я рассказывал, я приехал через много лет, и вот я прошёл через бюро пропусков, захожу, и там идёт навстречу тётенька, и говорит, ой, кто к нам приехал, а с ней целый сфор и детишек. Обнимает меня, говорит, ой, кто к нам приехал, Хасик Григорьевич. То есть она забыла, как меня зовут по-настоящему, но какой-то образ у неё остался Хасик Григорьевич, и мне было тоже так смешно, и мне было очень приятно, что всё равно помнит. Столько лет прошло, а помнит, да. Это здорово, потому что я работал там и на технической части, там, где вот мы работали с космонавтом, летавший в небесомости, рассказывали свои ощущения, мы их там моделировали. И потом меня попросили и в медуправлении для всего городка, кто хочет, пусть приходит, и даже мне дали время, чтобы я им помогал, учил их этим приёмом снимать стресс. Потрясающе. В общем, для меня это большое событие, поэтому я, естественно, в день космонавтики, конечно, 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 и на гагарских чтениях, потом я участвовал на конференциях и так далее, и так далее. Но, друзья, я думаю, это почти святой праздник для планеты Земля, потому что этот день, когда полетел Гагарин, это наша гордость. Да. Потому что не только Гагарин полетел в этом смысле. Ведь по существу и Пушкин, на плечах которых полетел Гагарин, учился в школе, и Достоевский, и Чехов, и все мы. И все мы, друзья, мы, вольно или невольно, работали на это. И всем моим друзьям-космонавтам большой привет. Всех обнимаю. И вместе с вами, друзья-космонавты, обнимаю и всех. До встречи.